Приветствую вас, мои добрые зрители. Сегодня во время обзора новых видео канала Савелий Ад я вам, как и обещала, покажу свою работу. Вообще я связист. И в данный момент мы с моей напарницей вдвоём делаем монтаж пожарной сигнализации шестиэтажного здания. Всего у нас работает три женщины, и мы периодически меняемся. Потому что лестница одна. Только представьте себе длиннющие коридоры, которым нет конца и края. А когда мы заканчиваем монтаж в коридоре, то переходим в кабинеты. Постоянно приходится передвигать тяжеленную лестницу. А лестница весит больше, чем я сама. Но теперь, пока вы будете смотреть, как работают мои напарницы, я вам расскажу о новых видео с Амбелла Адамяна. И первое видео моего обзора называется «Реабилитация полным ходом». Желаю вам приятного просмотра. Итак, поехали! Уже которую бессонную ночь проводит Амбелл в квартире у своей прооперированной мамки. Готовит ей еду, кормит, заставляет маршировать на костылях по квартире. Поела мамка салат и начинает нарезать круги по квартире на костылях. Работает, как передавица производства. Это я все слова Амбелла повторяю. Татьяна Васильевна не верит, что она столько ходила, а прошло всего лишь три минуты. Амбелл ей говорит, а надо проходить не три минуты, а пятнадцать. В три раза больше. Хотя на самом деле, конечно, не в три раза, а в пять раз больше. Это он просто уже не подумавши сказал. И чтобы простимулировать Татьяну Васильевну, Амбелл предлагает ей быстрее перебирать ногами, ну, например, как будто бы она бежит навстречу к Эдику. На что мамка обиделась и сказала, забудь про Эдика. Конечно же, что бы я ни говорил Амбелл, А Эдуард всегда останется ее любимым старшим сыном. Амбелл на повышенных тонах доказывает, что лично он себе этого Эдика не выбирал ни в братья, ни в родичи, ни в друзья, ни в знакомые. И даже выбор своей матери он поставил под сомнение. Я его к себе в братья не выбирал, это ты мне его навязала. Как и тебя не выбирал, задумайся, выбрал бы я тебя или нет. Васильевна опешила от таких слов. И постоянно приказывая мамке ходить бодрее и веселее, предупредил, что потом она будет ходить одна, и жить она будет тоже одна. Да, видно, не такого отношения Татьяна Васильевна ждала от своих детей, когда била себя в грудь и кричала, что она мать-троеродица. И когда мамка уже в шепоте молила о том, чтобы лечь кроватку, Амбелл предложил ей лечь прямо в гроб. И даже предложил ей заказать. Все для этого ритуала, благо ритуальная контора, находится неподалеку. И Татьяна Васильевна на это согласилась. Но когда фантазии Амбела перешли все границы, мамка сказала, что ты мелишь. Ну, должна вам заметить, ребята, ходить-то Васильевна ходит, но в каком виде, вот об этом я лучше умолчу. Представляете себе, что для Амбела, что для мамки, ходить в футболке и в трусах, на глазах у всего Ютуба, это в порядке вещей, и в этом нет абсолютно ничего зазорного. Но даже я, когда делала короткие видео шорцы на эту тему, то прикрывала ее наготу специальным мозаичным квадратиком. По ее виду, Самбелл назвал ее женой Франкенштейна. Хороший комплимент для мамки, не правда ли? Потом он заставил ее маршировать на одном месте возле балкона и двери, и несколько раз Самбелл обвинил ее в зависти к Надежде. Раз уже она позарилась и сделала операцию на ноге из зависти к Надьке, то пусть она уже сама за это и отвечает. Но мамка быстро ответила, что сам Самбелл не был против этой операции. Вот и сбывается Ирине пророчество. Ведь она предупреждала, что смотри, еще немножко и она будет обвинять тебя, что ты заставил ее делать эту операцию. И Самбелл это прекрасно понимает и предупреждает, что если такое будет, то он за себя не отвечает. Но и в итоге он милостиво разрешил мамке лечь в постель. Но в следующем видео мама валяется под стулом. «Ребята, это было нечто». В начале видео Самбелл заходит к мамке, и там уже находится ее слуга в лаптях Зинаида, знакомая с соседнего дома. Она рассказывает Самбеллу, что ходила к Надежде. Та ведь тоже лежит после операции в Колиной съемной квартире. И кроме Коли ее никто не навещает. Вот Зинаида и сходила, проведала ее. Надя жаловалась, что Самбелл к ней не заходит, бросил ее и совсем не навещает. «Ну, Надежда, ты даешь!» «Неужели ты не в курсе, что происходит в квартире Татьяны Васильевны?» «Души свет, зажигай керосинку, вот что происходит». Наверняка же Надя смотрит все видео Самбелла в Ютубе. И недовольный Самбелл сказал, что на этот раз он не будет бросать свою мамку и отвозить Надежду домой на своем автомобиле. Пусть, говорит, ее Коля отвозит, или пусть на маршрутку идет. А Зинаида пожелала Надежде, чтобы она быстрее выздоровела и пошла своими ножками домой. Но куда же ей еще идти? Конечно же, вся эта компания только и желает, чтобы Надежда поскорее свалила к себе домой в недогорке. И только один Коля-сытник продолжает снимать Надю своих видео. И в распаковках посылок, и в обзоре духов, и в разных других своих видео. Ну а чего? Такой контент пропадает. Раньше же ее только Самбелл снимал. А теперь вся Надя принадлежит только Коле. Ведь она живет в его съемной квартире. Это надо отрабатывать. Вот Коля старается пилить на ней контент. А у Самбелла своего контента хватает. Вот, например, стоило Самбеллу ненадолго отлучиться, сходил в магазин за надувным матрасом, чтобы у мамки пролежней не было. И что вы думаете? Лежит мамка на полу. Можете ли вы себе такое представить? Некоторые зрители, конечно же, подумали, что это постановочная съемка. Но я почему-то склонна верить людям и доверять им в каких-то моментах. И я поверила, что Самбелл, действительно, придя домой, обнаружил мамку, лежащую на полу. Почему я в это поверила? Потому что Татьяна Васильевна очень просила сына помочь ей подняться. Ведь она очень сильно хотела в туалет, поэтому сползла с кровати, чтобы не запачкать ее. И неудачно приземлилась. Самбелл даже не сразу понял, как можно помочь мамке подняться. Ему же надо в одной руке телефон держать и все заснять. А то, что она лежала на полу долго, я поняла, когда обратила внимание, что вся ее кожа покрыта мурашками. Я думаю, что в обычном состоянии такое вряд ли возможно. Скорее всего, она замерзла, лежа на полу и очень хотела в туалет. Но что это было в действительности, правда или постановочный кадр Самбелла, мы, надеюсь, узнаем потом. Пока Татьяна Васильевна была в туалете, Самбелл распаковал новый матрас, расстелил его на диване и надул его. А в следующем видео, которое называется «Вот такой я бываю», Самбелл делает генеральную уборку в ванной комнате на планетной у мамки. Но как он это делал, меня повергло в шок. Одной и той же тряпкой мыл и унитаз, и полы, и раковину, и стены. Махровое банное полотенце бросил на пол и встал на него ногами, а затем взял эту тряпку вместе с банным полотенцем, и вещами, и постирал все это в одной стиральной машинке. И я частенько замечала за Самбеллом, что он одной и той же губкой моет и посуду, и полы, и, как теперь выясняется, и унитаз. И еще я заметила, что у них хозяйственное мыло так и валяются на раковине, без всякой мыльницы. Но нет у миллиардера таких денег, чтобы купить какую-то элементарную силиконовую сеточку или самую дешевую мыльницу. Ну а пока Самбеллка возился в ванной комнате, мамка опять нарезала круги с костылями по квартире. Но на этот раз она не просто ходила с печальной гримасцей, а наоборот, веселая, пела песни. Самбелл даже сказал, что голос у нее лучше, чем у Кадышевой. Васильевна с согласием покивала головой в ответ и сказала, так кто же Кадышева? Ее ж прославили, а я ж никто. Я анаконда. Затем позвонил Коля и сказал, что у них выключили свет. А Самбелл рассказал, что ему приснился страшный сон, что он целовался с Путиным. На что Коля ответил, что это просто ужас и предрек, что это очень плохой сон. Но очистить душ Самбелл не смог, потому что у него плохое состояние. Да-да, он так и сказал. Замучила его мамка. Спит по два часа в день. Нет у него уже никаких сил. Никаких сил и никакого состояния. И затем Татьяна Васильевна сказала, что новый надувной матрас ей очень даже нравится. И на этом видео окончено. И окончен мой обзор. Ребята и девчата, спасибо вам огромное за ваше внимание. Лайки, комментарии, подписку. Как вы видите, работа у меня не из лёгких. И именно поэтому я сейчас делаю видео не так часто, как хотелось бы. Впереди новая трудовая неделя. Но неделя будет сокращённая, потому что у нас будут праздники. А если моих видео не будет, то значит заходите в мои шорцы и смотрите короткие видео. Я надеюсь, что хотя бы короткие видео я смогу выкладывать каждый день. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания. И до новых встреч.